Пожалуйста. Меня зовут Екатерина Полкоч. Я учитель в школе. Я график для него, студент. Будет в целом. Екатерина, я понимаю, что зима. Прошу говорить громче. Хорошо. Вы же педагог. Расскажите причины написания петиции. Причина написания петиции у нас основная. Она заключается в том, что мы категорически против того, чтобы в законодательном собрании Санкт-Петербурга присутствовал человек, который делает максимально все для того, чтобы наш город превратился в ту самую столичную ломофобию и мракобесию, о которой мы писали в нашем обращении, которые сейчас... Эти слова уже пошли просто в массы, в народ. Вот, собственно, мы против этого. Что послужило отправной точкой для написания петиции? Отправной точкой послужило... Отправной точкой послужило... Ну, пожалуй, инициатива переведения этого пресловутого идиотского закона запрета пропаганды комсексуализма на федеральный уровень. Эта инициатива сейчас будет рассматриваться в государственной доле, но, по крайней мере, сейчас все это активно обсуждается в СМИ. И, если это произойдет, мы считаем, что имидж в России конец. И уже не наши культурные предки нам не помогут, никто будет... Во всяком случае, имидж в Санкт-Петербурге уже давно положил. Ну, если не конец, то, во всяком случае, сделано все. Да, начало-конца. Сделано все для того, чтобы его испортить, потому что многочисленные инициативы господина Милонова не только приняты законом, так называемой пропаганде голоса в Санкт-Петербурге, но и его борьба с западными звездами, с Мадонной, с Леди Гагой, его бесконечное предложение устроить здесь православные дружины казачьи и так далее, и так далее, и так далее. Ну, мы уже просто над нами смеются. Мы бы не хотели, мы Европа, мы принадлежим Европе исторически, мы бы хотели, чтобы наш город продолжал принадлежать Европе, мы бы хотели, чтобы мы были достойны для цивилизованной Европы. Вот, собственно, основная базовая причина. Как к этому относятся ваши коллеги, педагоги, студенты? Знаете, ну, у меня ученики, они студенты, дети, ну, большие дети, конечно, не знают, старшие дети, в большинстве своем поддерживающих, из тех, кто знает. Вообще мало кто знает, потому что понятно, что те, кто смотрит ТВ-визор, особенно этих новостей не слышат, в основном только те, кто в интернете новости читает, все в курсе. Ну, что касается моих находников, то на удивление они меня очень активно поддерживают, они говорят, что там выяснили правильно, что Милонова нужно гнать, потому что инициативы абсолютно идиотские, и очень приятноести это пропадение. Спасибо.